Итак, в начале Йоханнесбург на саммите БРИКС заключительный день. Политический марафон подходит к концу, так что успеть надо многое. Запланированы переговоры лидеров пятерки, там подведут итоги десятилетней работы объединения. Напомню, этот саммит юбилейный. Также в повестке двусторонние встречи с главами приглашенных стран. В ЮАР работает наш корреспондент Наталья Юрьева. Наталья, какие вопросы будут обсуждать сегодня? Буквально через полчаса здесь, в Конгресс-центре Сентон, начнется первая на сегодня встреча лидеров БРИКС. Обсуждать будут перспективы развития и стратегическое партнерство. Программа Владимира Путина в Йоханнесбурге настолько насыщенная, что двусторонние встречи накануне затянулись до полуночи. Перед переговорами с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин даже взбодрил членов своей делегации и журналистов. Российский лидер с улыбкой сказал не спать, войдя в комнату. О результативности российско-индийских переговоров зашла речь на встрече. Я вспоминаю ваш визит в Сочи в мае этого года. У нас состоялись очень хорошие, очень добрые, дружеские и содержательные переговоры. Сейчас мы готовимся к моему визиту в Индию в октябре этого года. Должен сказать, наши усилия небезуспешные. Товарооборот растет в прошлом году на 24%, а за первые пять месяцев этого года еще на 26%. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Сочи. И тот факт, что мы все время были вместе, говорит о том, что наша дружба только крепнет. Россия всегда была известна своими спортивными достижениями. Но успешно проведя чемпионат мира по футболу, вы еще раз продемонстрировали всей планете свои организационные способности. Это еще больше укрепило имидж России во всем мире. Китая Си Дзиньпином Владимир Путин провел рабочий ужин. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Так что о чем именно китайский лидер говорил со своим дорогим другом, именно так он называет российского президента, осталось за кадром. Повестки дня обсуждения двустороннего сотрудничества, координация совместных усилий в международных делах, а также участие Си Дзиньпина в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. На встрече с президентом Замбии Эдгаром Лунгу говорили о наращивании политических и экономических связей. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Росатомом по взаимодействию в атомной энергетике. И мы ждем вашего участия в открытии Центра атомной энергетики, науки и технологий Замбии. У нас развиваются отношения в сфере координации внешнеполитических усилий на международной арене. Мы благодарны вам за поддержку российских инициатив на этих международных площадках, в том числе на площадке ООН. Итоги этого насыщенного саммита БРИКС Владимир Путин подведет сегодня на своей пресс-конференции. Мы обязательно будем на ней работать и расскажем обо всех важнейших деталях. Екатерина. Наталья Юрьева о заключительном дне саммита БРИКС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА